итак всем привет с вами как всегда дезертир и в общем то мы начинаем продолжаем продолжайте короче говоря лишь у меня все получится и что у меня все получится и все будет хорошо в крайнем случае кстати говоря если даже вдруг разовьюсь как-то неправильно у меня есть все еще возможность выбора пути так сказать ну или в крайнем случае я просто сдохну где-то здесь и все на этом закончится ладно ищите характерически мало в монастыре монастырских казармах давайте посмотрим где у нас монастырские казармы по моему они находятся примерно примерно там же где-то в черном болоте где и находится башня леди батаре поэтому все помнят эту башню как раз мои три мертвеца восстали из мертвых могу четыре делать нам так ну в принципе я решил брать только нужные мне вещи это зелье лечение маны ну потому что последнее время они уж очень часто мне стали быть нужными так можно золотишко собирать ну теперь я не буду собирать золотишко меньше чем три царик оу зелье удушливого газа она мне еще понадобится по моему возможно не в таких больших количествах но определенно может понадобиться давайте посмотрим аж сколько восемь штук у меня восемь зелий этого газа так что это очень даже очень даже круто это никак не щелкнешь там так сапоги треснутые все это фигня здесь мы внутри были можно бы конечно было бы по хорошему зачистить локацию но я думаю что это уже не имеет особого смысла так порталы мы будем подбирать я думаю потому что портал все таки все таки нам нужны так или иначе у нас есть здоровья 60 здоровья довольно мало довольно мало здоровья на самом деле ума нам надо вот туда вот вверх целом был вопрос не так давно почему я не качаю там всякие зубы и так далее и там подобное ну блин потому что я в первую очередь хочу быть призывателем прокачивать ветку призывателя после чего я уже буду прокачивать различные проклятия скорее всего да и усложнить отчасти себе задачу прохождения почему бы нет всегда же весело играть классом который скажем так ты не знаешь через него выйдет тебе интересно а если ты знаешь как качать тот или иной класс напрямую да то есть и ты прокачиваешься по какому-то определенному билду который уже давно до тебя выработан кем-то но это не так интересно то есть да билдов уже довольно много на каждого из этого перса и каждого из этих персонажей но я все-таки хочу сделать какое-нибудь извращение и попробовать этим извращением выжить именно в этом будет заключаться наверное все мое прохождение ну помимо того чтобы просто напомнить вам что такое диабло да и пройти его самому еще раз я хочу попробовать выжить здесь все-таки против вот таких вот демонов например и не умереть как видите они там с двух ударов половину хп сносят монастырские врата вот вот как раз вот этот монастырь и мне надо искать во первых вход по моему в него вход будет в центре на самом деле на 4 как-то не помню как его открывать ну ладно сейчас а вот вот проход вот вот он самый главный проход и не надо как раз помогать тема монастырские врата открыть вроде бы потому что нет плохо помню на самом деле ладно неважно сундучок в котором лежат болты лучнику бы они пригодились мне не особо в краем случае кстати можно потом продолжить играть за другого персонажа у меня есть еще довольно один любимый персонаж это магичка которая просто уносит всех фигам на огромном расстоянии и у нее нет таких больших проблем как например у моего персонажа хотя у некроманта тоже особых проблем нету на самом деле если так уж разбираться мне нравится как он ножкой ломает бочки так прикольно со стороны выглядит на самом деле такой бум ножкой видите какие громилы тут пошли так вот еще удушающее зелье немножко удолбал своего скелетона чуть-чуть самой малость здесь кроме боча помню ничего такого не будет кстати же по моему как раз болты и надо юзать для того чтобы играть нормально заучника насколько мне не изменяет память ну вроде это так работало то есть ты используешь болты и они дают возможность тебе что не делать ладно сюда мы пришли во первых за порталом даже без него а во вторых для того чтобы найти здесь малус найти здесь малус малус нам нужен без него мы в принципе без него мы можем как бы справиться но зачем зачем нам это надо как говорится да так ну я человек который любит ходить с картой поэтому не обижайтесь но карта здесь будет довольно часто она принципе я могу периодически отрубать конечно сракончик золотишко видительно что некоторые бочки таки не взрываются так ну здесь вроде бы ничего нету хорошо идем осматривать пространство дальше дальше это у нас отсюда от 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 открыли проход который не открылся в каком-то смысле сказал что мы сломали дверь ой заблокированная дверь открытая дверь ам глюк вот тем временем мои ребята пока разбирают эту элитку с миньонами элитку они по по идее уже забрали остался как раз миньон сейчас посмотрим что там за посох мне выпал посох какой-то для друидов шапка но мне не нужно ни то ни то им потому что я не друид и не используете посохи хотя по моему персонаж может пользоваться и другим оружием но в убыток некоторым способностям скилов ладно мы заходим в казармы где нас тут же встречают два скелета которые меня чуть ли не ваншотают мои ребята всем этим разбираются хочу лезть драку так они поднимают скелетов мы тоже можем поднимать скелетов хотели бойни вы получите бойню замечательно так здесь даже видите золотишко есть хорошая вот еще удушающий газ и и и что-то еще здесь интересное было нет нет ладненько идем дальше каждый следующий проход может быть опаснее предыдущего тем что за ним могут скрываться какие-нибудь хорошие ребята так воюйте друзья мои демон миньон это значит что там скорее всего кто-то есть так давайте уже наконец-то повысим немножко наше здоровье ну что совсем без здоровья оставаться все-таки не очень хорошо не понравились как меня треснули тяжелые перчатки так ключ небольшое лечебное зелье слабая гремучая ладно ладно бежим дальше смотрим и нам где-то нужно здесь найти кузнеца который треснутый кристаллический треснутый кристаллический меч я вот не помню но по моему как раз таки вроде как его мы можем или быстрая скорость атаки они линия не можем мы его использовать это не нашего класса оружия так количество тринадцать двадцать пять двадцать пять и количество удушающего газа тоже есть ладно вот это вот лучше зелье но мне необходим уровень выше где же нас к наш кузнец ради которого мы сюда собственные приперлись не только ради него на в принципе по моему ту же сторону надо всего три да я могу почему-то по моему 4 кузнец кузнец а ой какие злые ребята метауру мучения местный танцор мучитель костяные маги так на бердыш мы с вами поднять не можем если золотишко немножко лежит можно поподнимать сундучок треснутый кортик слабое лечение я все я все жду пока появится грёбаный нехороший человек весело иногда знаете подходить отправлять его вроде я не так много урона наношу но им хватает если какой-то жезл мы подняли еще не подняли а можем поднять в данный момент давайте этим собственно и займемся что это за жезл сейчас мы его изучим а с гнездами гнининый голем плюс один но даже не знаю честь и смысл его использовать так здесь свиток идентификации лечение золото в принципе здесь то есть ничего нет единственное надо поднять нашего бравого солдата даже без него то вот или то синька пода подоспела к нам так амулет ну короче давайте я в город телепортнусь и вернусь к вам дорогие друзья думаю что это будет правильным выбором знаете я немножко совсем сошел с ума и решил пофаниться и сделал все еще веселее и еще хуже раз так и так в 10 правда мне придется перемещаться опять-таки в внешнем настре потому что я немножко вылетел из игры в этом месте воняет демонами но надеюсь что я сейчас не умру просто наткнувшись там не знаю на кого-нибудь потому что я немножко вылетел и у меня сейчас нет соответственно никого рядом но я все еще могу поднимать моих ребят правда теперь они будут теми еще еще нами их будет 6 штук но у меня заканчивается быстро мана правда говоря вот их будет 6 штук они будут дико жестко тащить то что их урон 26 28 у каждого и будем надеяться что они будут прям очень крутыми ребятами короче говоря ладно давайте посмотрим что из этого выйдет я честно не знаю как говорится что меня ждет но они будут очень быстро разбирать пол по народу поэтому я я я надеюсь что все таки что-нибудь из этого но выйдет поэтому такое ладно что у меня здесь осталось и так ловкости еще чего-то короче шутка юмора заключается в том что я сбросился переделал немножко навыки и вот что вышло то вышло сейчас будем смотреть как они будут с этим все справляться по моему по моему это стало более быстро на мой взгляд хотя мне по моему как доставалось так и достается но ведь не особо парит честно говоря зато мои ребята довольно шустро со всем разбираются недостаточно просто ходить рядом с ними цветок городского портала можно взять цели возможно понадобится так и в прошлый раз мы пошли в ту сторону сейчас можем пойти в эту сторону например есть кто-нибудь живой я все так же буду отправлять своих противников встретили другую элитку сейчас посмотрим как она будет усмотреть какой-нибудь их разбирают элитного а так давайте с вами глянь о эфирный нафиг в принципе защит 48 примерно примерно то же самое что у меня в принципе можно даже наверное выкинуть то что ни то ни другое в принципе особо не нужно а слабо зелье лечения я бы с вами забрал также как и зелье восстановления которая мне может пригодиться ладно не будем долго рассусоливать и просто пойдем внутрь погодим что и где у нас с вами есть этой камеры сам запер себя головой такой умный вообще ой плохой сундук городской портал замечательно так убегаем дальше это определенно 6 моих ребят намного лучше чем был до этого потому что голем был слабый 6 этих психованных идиотов они прям прям крутые так большой топор мне в принципе нафиг не нужен и мы продолжаем следовать в эту сторону я думаю что здесь возможно что-то будет в принципе я не ошибся здесь действительно кое-что есть а именно небольшие проблемы зомби вот и и и идентифицируем с вами ой очень быстрое блокирование повышенный шанс блокирует добавляет ядом в течение повышения защиты мастерство стрелетом давайте попробуем вот так шанс блока выше и защита выше ну папа посмотрим к чему это чему это нас с вами придет что лучше у нас здесь конечно не стали ну нет смотрите-ка не стали намного меньше урон наносить нет нет лучше я оставлю коли я являюсь призывателем лучше я оставлю то что будет давать урон моим собратьям нежели отнимать у них урон еще ниточка которые мои ребятки расправляются только в путь и и и давайте мы соберемся золото промо вторую голову ослабление очень быстро блокирование нет мне это не подходит а мои ребята кузнеца нашли вот кстати кузнец консервированная глава как раз давайте посмотрим что это за консервированная глава поднятие скелета к зубам это фигня шипастый доспех просто ради интереса понятно не идентифицированная хрень короче говоря и вот у нас радарический маус так вернитесь характерический маус чарси начином на час надо в город и вернуть ей вот этот малус она сможет нормально работать заодно продать всякую хрень поговорим с чарси как раз да стой ты о я так благодарна за возвращение характерического мауса теперь я вложу в одну из твоих вещей магические силы он она когда там по моему нельзя улучшить предметы магические редкие уникальные ли с этого и можно по моему улучшать только обычные предметы типа вот этого и как она его улучшила из этого голема костяная броня яд здоровья сопротивление мора и молнии немножко немножко она мне не так его улучшила как хотелось бы ну ну таки ладно задание выполнено тем не менее предмет улучшен так или иначе так ну ладно давайте поговорим с кайном определенно нам противостоит королева демонов андрея поражающая бродячих сестер и напланивший мерзостью их родной монастырь это не сулит нам ничего хорошего мой друг древние хородерические тексты упоминают андрея или другие младшие духи зла однажды не свергли трех главных духов зла ябла бефистофеля и вала изгнали их из ада в наш мир здесь они причиняли человечеству невыразимые муки пока не были заключены в камни душ присутствие здесь андреель может говорить о том что от снова подчинет ябло его братьям если это правда то я боюсь за всех нас убей ее пока монастырь не стал постоянным оплотом ада иначе путь на восток навсегда потерян он увидите как так у нас получается новое задание найдите логово андреель в голубиных монастырских катакомб ябло направился на восток ради какой-то гнусной цели единственный проход на восток идет через монастырские ворота очевидно дьявола вызвал андреель чтобы заблокировать сопротивление со своей стороны андреель надеется заслужить благосклонность дьявола младшие демоны всегда борются за высокие места нечистой иерархии это да я могу представить тысячу разных способов убить андреель тебе нужно только выбрать один типа того правда в нашем случае это не так легко как кажется ну кого это в принципе волнует ладно андреель осквернила все что для нас свято нельзя больше позволять ей служить дьявола уничтожь ее нужно остановить растление нашего ордена это да так надо поговорить быстренько с оставшимися двумя тремя даже людьми и на выход составители карт говорят нам что кратчайшим расстоянием между двух точек является прямая наш путь на восток проходит через монастырь владения андреель но вот поэтому монастырь нам зачистить обязательно надо кстати я забыл это сделать поэтому поэтому почему вы нет ладно отправь андреель обратно в ад откуда она явилась хорошо попробую это сделать мы с ним поговорим аж дважды добрый день варив был так добр что позволил мне путешествовать со своим караваном но не давая ему втянуть себя в поиски нового восточного торгового пути пока его нет я неплохо зарабатываю на бродягах конечно а для тебя у меня всегда будут самые низкие цены да да приндит он короче нам как всегда за андреель и собираешься ой у моей телеги колесо поломалось так я под ней буду если понадоблюсь кто-то видимо с цикует немножко так давайте посмотрим что у него кстати здесь есть у него здесь есть ключ я же не помню что не в принципе есть интересно вам у нее ничего такого нету особо полезного для нас ладненько надо в портал и я думаю что перед тем как мы с вами пойдем к андреель я к сожалению сейчас не помню мы всего 13 уровня я привык ходить к ней хотя бы уровень так 18 20 то есть в идеале мне нужно подкачаться и немножечко улучшить моих вот этих скелетиков поэтому я думаю что мы с вами увидимся как только я достигну наверное этого уровня и после чего пойду хотя может и нет не знаю папа я еще подумаю над этим но в любом случае как то так надеюсь видео вам понравилось если да то не забудьте поставить лайк и подписаться этим очень сильно поможете каналу ну а также вы можете посмотреть прошлые мои видео а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok